Ну что, дорогие друзья, всем привет, с вами Рикард, и сегодня нестандартный видос, это обзор, как вы могли уже догадаться, сериала Мистера Анфайни, ну точнее просто Анфайни, вспомнить всё. Ну что, вышла только пока первая серия, и она уже произвела на меня не очень хорошее впечатление, я хотел бы с вами с этим поделиться, и я понимаю, что будет очень много дизлайков, да, ну я к этому привык, так что просто хочу сказать то, что не всё настолько плохо, но могло бы быть в сто раз лучше. Так что, ну в общем, давайте начнём с того, что вот этот Матню, сам Анфайни, то есть буквально недавно только они достроили этот город с Гошей, вот этот город, в котором они снимают сам сериал, и даже сам Гоша вообще не представлял почти ничего в сериале, он не знал даже имя своего героя, что уж тут говорить, да, и сам Анфайни говорил, что он ещё пишет сценарий серии, то есть смотрите, у них было написано несколько серий, то есть полноценная история была недописана, когда они уже начали снимать серии. Сейчас они сняли три серии, и Анфайни их все смонтировал, ну или монтируют до сих пор, я не знаю, в общем, и только потом будут сниматься остальные. Это очень странно, я бы на его месте выпустил бы сначала какую-то пилотку, посмотрел бы реакцию аудитории на это, а потом уже снимал полноценный сериал, а он не дописал сценарий, не до конца, ну как бы, не закончил снимать серии, уже выпускает их, в общем, очень странный подход, он очень спешил, по моему мнению, тогда бы в следующем году бы начал, я бы, знаете, лучше бы подождали, он выпустил трейлер, и меньше чем через сутки уже выкладывает первую серию. В общем, спешка очень большая. Буду я рассматривать этот сериал очень серьёзно, как полноценный сериал какой-то, ну да, конечно, буду делать поправку, что это Майнкрафт, но, в то же время, всё равно, буду оценивать по-серьёзски. Во-первых, это будет связано с тем, что он сам позиционировал это, как очень серьёзный сериал, вот такой хорошим сюжетом, продуманным, но, в итоге, оказалось, всё не так, как есть. Ну, в общем, ладно, без лишних слов, давайте начнём лучше обзор, и там уже, походу, буду что-то комментировать. Тихо, 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 вот, уже заезженное начало, давайте я немножко прибавлю, может, я ни черта не слышу, немножко заезженное начало, вот уже время, это, как бы, пока не идёт на минус сериалу, ну, как бы, ладно, давайте посмотрим, я ещё прокомментирую дальше. Тихо, 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 наконец-то ты проснулся, поговорить с вашей... Ой, ой, чёрт, возьми мне, да, она сейчас, сейчас прогрузится. Вообще не с кем. Чё ты сам-то кто-то... И вот, тут уже, сразу же, сначала я подумал, это очень хорошее решение, интересное, то есть, смотрите, вот, сторожники пишут в чат, да, вроде прикольно, да, типа, вот, какие-то там голоса на фоне, а потом я осознал, что это идея самая худшая для сериала. Я вам отвечаю, мне вот это, вот, именно вот это вот решение больше всего не нравится во всём сериале, вот, это самое худшее, что есть пока. Это идиотски выглядит, то есть, я, ладно, ещё могу представить, когда они очень далеко, какие сторожники, вот так вот они изображают голоса, потому что, если бы они как-то на фоне, вот, их там, подписчики, инфайни, говорили бы что-то на фоне, это бы сбивало нас и мешало, а тут как бы, ну, на фоне окей, пускай пишут, да, но потом, они начинают разговаривать с этими сторожниками через вот это вот чат, ну, блин, ладно, давайте дойдём и скажу. То где, где я вообще? Вот, всё, инфайни заговорил, это, его игра, сразу же говорю, мне вообще не понравилось, мне понравилось, как играет Гоша, в принципе, более-менее, ему отыгрывать толком не надо, он часто так себя ведёт, И, в общем, он очень похож на какого-то пленного, затрипанного чувака, который уже сидит, не знаю, лет десять на тюрьме, хотя он говорит, что два года или три, ну, в общем, очень похож, в принципе, на какого-то такого алкаша, не знаю, а это, а он фоне вообще ни на кого не похож, он, он плохо играет, ну, я не верю в его слова, вот, вот, послушайте. А чё, не видишь, что ли, решётки, шконки, тюрьме-то, братан. Тюрьме-то, братан. Как я здесь появился, я не помню. Вот, ну, странно, вот, я не верю в любой игре, нету никакой искренности, ну, я даже не знаю, ну, как писать, ну, реально, он фоне плохо играет, ему надо подтянуть свои актёрские навыки. Я бы, я бы, да, лучше скажу, типа, ой, ну, это, сам бы снял, я бы снял, если бы у меня был мощный комп, и друзья какие-то имелись, а у меня друзей нету, компа нормального нету, я такое снять не смогу. Ну, я бы написал лучший сценарий, потому что я в этом плане хорош, ну, извините за такое ЧСФ, но просто я человек творческий, и меня все за это хватит. Я очень артистичный, много конкурсов всяких таких выиграл, и так что я могу что-то говорить про актёрские навыки и сюжет, потому что как-то я с этим ещё связан, я этим занимаюсь в свободное время. Вот, а Анфайни, судя по всему, этим в свободное время не занимался, он не является профессионалом в этом деле, и сразу же полез в такое серьёзное, в такое серьёзное дело. Он сам писал сценарий, и это пошло, не пошло на пользу сериалу, лучше бы он нанял какого-нибудь там чувачка, и пускай бы он бы и писал его. Но сам Анфайни не совсем справился с этим. Ладно, фиг с этим сценарием, потому что он не бросается в глаза сильно при просмотре. При просмотре ты замечаешь именно нелепости самой постановки, вообще, ну, как играют актёры, в общем, всякие мелкие детали бросаются в глаза больше, чем сам сюжет. Это так. И смотрите, вот сейчас, ещё раз смотрите. Мотаем. И теперь смотрите внимательно. Сейчас. Как я здесь появился, я не помню. Опа, склейка, видели, да? Была склейка. И она была просто чертовски отвратительной. Я не знаю, сериалу даже не пошло на пользу, потому что он снимает его от первого лица. Лучше бы он его снимал от третьего, потому что таких бы склеек дурацких не было бы. Можно было бы спокойно с одного, если на другое переключаться, да? Можно было бы делать, конечно же, переходы. А тут ни переходы, ни склейки делать не получится, потому что... Тут должно быть всё едино. То есть, тут нельзя так допускать. И это выглядит очень криво, непрофессионально. То есть, для человека, у которого 2,5 миллиона подписчиков, это халтура. Полнейшая халтура. Я очень разочарован в этом плане. То бишь, я даже когда-то снял мини-фильм на 5 минут. Вживую, вживую, не в Майнкрафте. Вживую снял мини-фильм на 5 минут с друзьями. И, как по мне, именно в плане монтажа он выглядел прикольно. То бишь, нет, там сюжет хромалый. Я это признаю, я это вижу, я это знаю. Но мне тогда, слушайте, ну сколько было? Мне было 12 лет. Мне можно такое пристить. А ему сколько? Ну 28 лет. И такую вот нелепость сделать. И понимаете, это все смотрят в основном вот такие же школьники, как я. Только более глупые в этом плане. Я не говорю, что они прям пупые все. Но не очень объективно оценивающие. Но они не могут обосновать свое мнение. И правильно расценить ситуацию. И, в общем-то, эти вот дети от 10 до 16. Просто пишут, типа, мне понравилось, я обожаю это классно. Вообще, нигде не видел таких крутых сериалов. Но есть более крутые сериалы на Ютубе по Майнкрафту. Есть. А это, ну, я не скажу, что самый худший проект, но точно не из лучших. И есть такие люди, которые пишут, что это плохой сериал. Но они, опять же, не очень хорошо обосновывают свое мнение. Одного я только видел. Я видел троих, кто плохо отназвались о сериале. И только один нормально его обосновал, свое мнение. А остальные двое, ну, так просто сказали, говно-говно. Ну, вот так. А все остальные класс-класс-класс-класс-класс-класс-класс. И также не могут сказать что-то классного. Ах. Ладно, давайте уже. Я мнение свое почти высказал. Остается только обозреть это все. Да, ведь еще где-то два назад, я не знаю, сколько времени тут толком прошло. Но ты это... Тебя сразу принесла просто и кинула на школу. Вот. И, опять же, вот это вот он допустил. Я сейчас подумал, это ошибка. Ну, то есть, я когда смотрел видео, это у меня лаганули динамики. Но нет. Они, получается, оставили неудачный дубль. Это дубль. Этот дубль. Неудачный. Я не понимаю, зачем ему надо было оставлять. У Гоши лаганул микрофон. Надо было переснять. Вам почему это лень сделать? Вы и так склейки делаете. То есть, понимаете, они делали это на скорую руку. Куда торопились? Я понять не могу. Какие у них сроки поджимают? Ну, честно, я не понимаю. Зачем надо было торопиться? Посидели бы еще месяц-два на сценарии, пока посидели. Отсняли бы спокойно. Понимаете, они это засняли за два дня где-то. Я не помню. Ну, в общем, не было стримов несколько дней. И в это время они снимали сериал. Вот, буквально где-то вот, ну, меньше недели назад они это снимать начали. И уже мы видим серию. Очень быстро. Спешка большая. Я не понимаю, куда торопились. Нет, ты, конечно, не такой кипишной был, пока спал. Сейчас как-то слегка непривычно. Вот это. Ну, вот. Вот так вот оно все. Вот, видите, они еще импровизируют. Они не продумали четко сценарий. То есть, они его даже не дописали. Они импровизируют. Импровизация-то неплохо. Но когда почти весь сюжет строится на импровизации, это выглядит убого и, опять же, дешево слишком. То есть, видите, Гоша уже не знал, что сказать напоследок. Он такой, знаете, как будто ты вышел в школе к доске, тебе надо что-то сказать. Ты такой, пора заканчивать. Ты такой, ну, в общем, это так. Ну, в общем, вот так. Да, да. И вот Гоша абсолютно так же сейчас и сделал. Это, опять же, выглядит очень глупо. Я не помню, как я здесь оказался. Слушай. Я не помню, как я здесь оказался. Это выглядит так. Могу было так, типа, блин, черт. Блин, что ты... Я не помню, как я здесь оказался. Что за фигня? Где я? Что происходит? То есть, он сразу же как-то... Ну, очень быстро освоился, как по мне. Мне кажется, я сейчас тоже как-то убого сыграл. Ну, вообще, я не знаю. Можно было бы посидеть, подумать. То есть, они все... То есть, они сняли, и сразу же этот же дубль вставляют в серию. То есть, сняли, выложили. Вот так у них. Неудачный дубль, мне кажется, у них, если даже есть, то это те, где они начинают смеяться. И всё. А прям такого вот они не вырезают. Сколько я уже так проспал? Сколько я уже проспал? Мне бы эта мысль не сразу же пришла в голову. То есть, смотрите, он проснулся меньше минуты назад. И мы сразу приходят. Сколько я проспал? Я бы, наверное, минут пять только офигевал. Где я? А потом уже спрашивал. То есть, он уже принял ситуацию, что он здесь. И теперь он интересует, сколько он поспал. То есть, он уже детали хочет знать. Рановато. У меня два где-то там, плюс-минус. Два дня? Два дня. Как? А ты, а где мы... Как? Очень эмоционально. Я бы вообще в реальной жизни... Два дня? Какие нафиг... Какие... Какие... Я чуть не... Два дня? Чё произошло? Чё за нафиг? Вот так бы я это сыграл. Ну, примерно. Я говорю, не надо ещё поработать. Это я сейчас просто сразу же вот так выдал. А он так... Как? И всё. Пофе бы ему стало. Что это за тюрьма? Как же? Что за тюрьма? Где она тюрьма? Как называется? Как называется? Мне бы было посрать, на самом деле. Меня зовут Слен. Слен. Я не помню... Так не уверенно. ...происходило со мной. Я вообще, походу, ничего не помню. То ли я... Я вообще, походу, ничего не помню. Чё-то... Если бы у меня такая мысль была, у меня началась паника. Я вообще, походу, ничего не помню. Короче, где... Где я? Чё-то за тюрьма? Знаете, сразу же несколько вопросов. Я... И так безоциально. То есть, он как будто читает текст. Так, это... Эээ... Как будто бы меня зовут Блик. Вот видите, вот... Нету эмоций. Но я бы вот так... Бли... Эээ... Чё-чё-чё... Я чё-то... Я ничего не помню. Где я? Что происходит? Где? Где? Что? Ты кто такой? Как... Как меня зовут? Вот так вот. У меня началась паника. Где паника? Я не вижу, чтобы у героя была какая-то паника. Ему похоже вообще посрать, что он в какой-то... в какой-то тюрьме. У меня уже, кстати, обзор длится больше, чем самосея. Приятно познакомиться. Приятно познакомиться. Приятно, приятно. Слушай. Что ты... Подожди, подожди. Ты расскажи маленько хоть о себе-то, то... Я как-то тут... У меня был... Были в основном только монологи. Но... Ты со мной разговаривал всё это? Были монологи. Разговаривал со мной. Ну... Как-то... Не очень это... А ну, в принципе, нормально. То есть, я сейчас уже придираюсь. Да, по сути, это монолог. Наверное. Да. Ладно. Поехали дальше. Ну а с кем ещё? Я же... Я же спал. Я же спал. И чё? Вот, вот именно. Слушай. Сколько... Знаешь, он так... При него сказал, как будто ты реально чёкнулся. Ну... А что бы ты тоже делал, если бы... Ты был один в камере, другой человек спит. Я бы тоже с ним разговаривал, в принципе. Ну, это нормально. И он из этого сделал вывод, что он долго сидит. Очень... Знаете, опять же... Очень быстро развитие сюжета идёт. То есть... Он... И глупо. Сколько времени ты уже здесь раз разговариваешь со спящим? Раз разговариваешь со спящим? Так это... Это не... Я не знаю, что это. Ну... Это не является каким-то психическим уклонением. Это... Я не думаю... Не считаю это ненормальным. Это, в принципе, нормально разговариваться со спящим, когда ты один в камере. Чем тебе ещё заняться? И я как думал, у них книг никаких нету. То есть никаких вообще совершенно развлечений. Что ему ещё делать? Разговариваться со спящим? Мало ли, он тебя услышит, проснётся. Ну... Почему бы и нет? Не знаю. Наверное, года два где-то. Ну, может быть, три. Ско... Сколько? А за... За что ты здесь вообще? Да... 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 Давай не будем об этом говорить. Зачем-то слишком бывает. Такая история. Слушай, это это... Я... Суть в чём? Я просто был предпринимателем таким. Крутым вообще просто. Сделал свой бизнес по продаже древесины. Вот. Но... Немного прогорел. Это тебя за это посадили? Что это за тюрьма такая? Ты говоришь, давай не будем об этом? И вот это тебе рассказал. Что... Вот и тут он говорит, типа, что это за тюрьма такая? Я как понимаю, у него претензии к тюрьме из-за того, что посадили этого несчастного слэма, да, кажется? Слэма посадили вот за поглупой причине в тюрьму. Но это же не тюрьма садят, это правоохранительные органы садят. А нарушил он ведь какой-то, значит, закон... Ну, якобы, да, нарушил какой-то закон, да? Но это же не тюрьма устанавливает законы, а законодательная власть. Да, у нас политика пошла, но если ты снимаешь какой-то сериал, ты должен понимать, что ты делаешь. Ты должен изучить все, что ты упоминаешь. Ты должен разбираться в этом. А ты несешь какую-то немножко чипу. У меня вот это сразу же деталь смутило. Ну, скорее всего, придется в тюрьме за то, что того посадили без причины. Тюрьма только содержит преступников. Но не сама тюрьма же их садит. Не те же сотрудники его посадили, которые сейчас охраняют другие. Я вот постоянно стражников зову, а они меня только бьют, бьют, бьют и бьют. А когда совершишь стражников? Вот опять склейка, склейка, убогая склейка. Зачем? Старчики что-то хотят. Про что они там... Боже! Опа! Сейчас, 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 опять бьют. Видя, вот он начал читать его ник. Это выглядело глупо. Я говорю, он как будто проходит какую-то карту на прохождение. И там идет какой-то чувак, да, он его читает. О, смотритель какой-то, да? Вот, читает чат, как будто ему... У него карта на прохождение с сюжетом вот такой. Ага, ага, ага. И так сейчас и будет, в ближайшие минут пять или сколько. Я не помню, честно, сейчас посмотрим. И он такой... И сразу же понял, что он фигню несет, да? Он прочитал ник, а он не должен этого делать. Ты куда? Ты куда? А ну... Не-не-не-не-не. Заткнулись оба. Извините. Заткнулись оба. Он повторил его слова. То есть давайте воспринимем так. Тот сказал, да? Ты будешь повторять, то есть тебе говорят... Заткнулись оба! Ты такой... Заткнулись оба? Ты чё, тормоз какой-то? Тебе надо проговорить? Умственно отсталось, что ли? У меня такое... Да, вот такое ощущение, что персонаж Артёма это какой-то умственно отсталый человек. Что он повторяет всё, что ему говорят. Ну, кроме Гоши, конечно. Гоша скажет, он не будет повторять. А скажет кто-то другой, он будет повторять. То есть я не считаю сериал каким-то очень... Ну, так... Ну, посмотрите. Я не верю в происходящее, потому что... Не все персонажи разговаривают. Это выглядит глупо. Извините, мы больше не будем. А что, нельзя разговаривать? Вот, где эмоционально? Мы больше не будем. Это что, так нельзя? Он сказал это всё с одной интонацией. Должно было выглядеть примерно так. Это... Простите, так... Он больше не будет. Ну, раз он играет в какого-то чмошника или кого-то, то есть который... Он потом будет постоянно извиняться. Извините, пожалуйста, это мы больше так не будем. А что, так нельзя, что ли? То есть, какая-то эмоциональность должна быть. А тут неправильно вообще это подобрано. И он просил, да, типа... Он там написал в комментариях, типа, Не судите строго. Наше актёрское мастерство должно быть на свете. Но, блин, чувак, это... Это выглядит очень глупо, непрофессионально. Если ты не знаешь, пожалуйста, не делай этого. Говорю же, опять же, пилотку бы попробовал займу идти. И там бы уже, это... Там бы уже что-то решал, тем более не суди строго. Ну, как этим таки судим? Одна свободная, чё? Камень же... Что за стража такая злая? Мы же вроде только общались. Ты, смотри, они... Они те самые, ну... Эй, 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 он, Коша, не знает, что даже сказать. Потому что не прописано у них сценарий этого. А как бы, если бы он ничего не говорил, То какое-то молчание неловкое было бы. Шумо-бой... Всё-всё, извиняемся. Мы будем... Мы будем тихо. Извините. Извините, мы будем тихо. Фух. Чё, бьют очень сильно? Да вообще, при каждом удобном и неудобном случае... Вот пришёл он... На смену... Не в настроении, там, не знаю, с женой поругался, Или на камень какой-то на... Конкретно это стражник, да? Всю злобу просто на мне... То есть, как я понимаю, можешь иметь в виду то, Что вот именно этот стражник... Всегда, когда в плохом настроении, приходит... И именно его, миленького, бьёт всегда. Очень странно. Чё это вдруг? Именно этот стражник... Именно его только бьёт. Чем он так провинился, интересно? Но нам об этом никто не расскажет. Никто не будет в это углубляться. Кстати, я название с тюрьмы, кстати, так и не услышал. Артём задал вопрос Гоше, но Гош так ему не ответил на это. Ну, ладно. Постоянно спускает это. Уже надоело. А ещё камера такая воняет постоянно. Вот накрывательная. Если он его часто бьёт, То на нём должно быть это видно. То есть, я не прошу, что в скине это было видно. Нет. Но Артём тогда должен был это якобы заметить. То есть, вы сами представьте, в тюрьме, да? Человека избивают очень часто. И это будет видно. У него весь этот должен быть в синяках, каких-то ссадинах, ранах, ушибок. А, типа, Артём этого не видит на нём. Ну, ладно. Ты спал, там у меня-то. Иди сюда кое-что скажу. Чё-чё-чё такое? О, извините. Короче, стража похуй. Видишь? Сюк вижу. Да. Вот, и вот видели, да, этот момент? Я не буду его сейчас подлавливать. В общем, было видно вот без головы вот эту вот часть туловища. И это ещё сыграет злую шутку. Ну, ладно, ладно. Начать. Он заторвешен. Я его один не могу никак отковырять. Я уже даже и отмычку сделал, чтобы подковыривать его. Но у одного у меня не получается. Типа, парень простой, как бы. Это опять склейка была, да? Сильно ещё. Да. Да, я тебе говорю. Я вот с тобой разговаривал, но старался не подходить. Воняет сильно. Он так мне нравится, говорит, спокойно. Воняет сильно. Если бы там реально сильно воняло, я бы сказал. Блин, фу, воняет сильно. Чем вот так? Тихо, стража, стража. Причём, я этот запах бы с самого начала чуял, и это был бы один из моих первых вопросов. То есть, после того, как я выяснил, где я, что я здесь делаю, ну, что я здесь делаю, он так и не вызнал. В общем, где я узнал, да? И потом бы уже я спрошу, а почему воняет? Потому что это реально будет... Один из важных вопросов был, что это за хрень-то. Страш, страш, страш. Это я стража. Музыки, мы тебя ведём всё. Извините, пожалуйста. Пожалуйста. Я, правда, я не хотел. Не надо. Вы же не будете бить. Я должен этому человеку запереживать, да? Отошли от решётки. То есть, он вроде как хочет узнать, что он здесь делает, да? Хочет узнать, что он здесь делает. И он говорит стражникам, типа, я больше не буду, я больше не буду. Он замокает. Я в реальной жизни, любой человек в реальной жизни, он бы просто вопил бы тут во всю. Что я здесь делаю, где я? То есть, я пытался бы у стража выпадать что-то, но он этого не делает. Опять же, он повторяет его слова. То есть, говорит, отошли от решётки, то говорит, отошли от решётки. А ты повторяет, ну-ка, ты идиот, реально, это выглядит глупо. Да, не, 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 ну хватит, мужик. Не, что, пройдите. Чёрт возьми, палка, нет. Не, мужики, 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 больше не будем. Боже, какая, что, это, 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 это ульвик, это ульвик, в соседней камере сидел. Это, блин. Или вы хотите сказать, что я поверю эмоциям Артёма? Нет, это не настоящая реакция. Они убили твою... То есть, давайте ещё раз послушаем. Так, мне пришлось отойти, но, в общем, давайте же продолжим. Вот на чём мы остановились. В общем, эмоций никаких совершенно, да. Он, типа, вот, представьте себя, вы заходите в комнату полной кровищи скелетов, и вас туда притащили, да, то есть вам говорят, иди сюда, и вас ставишь в комнату, где множество трупов. Какая ваша реакция, моя реакция? Нет, нет, пожалуйста, нет, не надо. Что это? То есть, я вообще, я не знаю, что делать. Это полнейшая паника, вы представьте себя на месте этого человека. А у него какая реакция? Давайте вот, отмотаем. Кто это? Это что? Это ульвик. Это ульвик, он в соседней камере сидел. То есть, ладно, да, да, Слэн, или уже Гоша, да, он здесь давно, его это не удивляет, да. В принципе, у меня к нему, опять же, претензий нет. Но, о чём? Это... Блин. Они убили твоего соседа? Да, ну... Повернулись к стенке. Не на... не надо! Опять повторяет? Не, 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 пожалуйста. Не надо, чё так, чё так... Не надо! Он как-то... Не знаю, странно это сказал, опять же, в моей жизни... Не надо! Нет, это не эмоционально, они так... Не надо, пожалуйста! Как-то так, ну, я не знаю, я не понимаю. То есть, если он так себя ведёт, то есть, он должен, типа, быть каким-то лошком. Да, то есть, он позволяет себя кому-то избивать. То есть, он не такой мужик, который... Эту палку сейчас сам в задницу засуну. Нет, он не такой. Он, типа, боится, да? Но я не верю в то, что он боится, потому что... Эмоции, наигранные по-крупному. Чёрт! Опять же, повторюсь, это всё имхо. Это, кстати, лично моё мнение. Ай! Опять же, мне кажется, от этой палки будет больнее. Я, честно, не знаю, какова это боль, как это... В реальной жизни я это тоже никак бы не смотрел. Но мне кажется, боль должна быть сильнее. То есть, он такой... Ай! Как будто тебе, не знаю, укол поставили в задницу. Это... Да и то, как бы... Но я даже не знаю. На чё ты мог так и отреагировать? Ай! Просто. Ой! Ну, знаете, уколчик поставили, и всё. Ты уже перестал чувствовать боль, да? То есть... Ай! И всё. У него такая реакция. А от такой фигни должен, во-первых, скринуть... Ай! Блин! Нет, это не... Боже, не хочу орать. То есть, у него реакция должна быть более громкая. Более... Опять же, игра должна быть лучше. Эмоциональнее, громче. И ещё должен быть осадок, типа... Блин, спина. Вот, типа такого. Что ж такое-то? Извините, мы больше не будем. Что ж такое-то? Что ж такое-то? Что ж такое-то? Мы правда не будем? Извините, мы правда не будем. Мне кажется, он слойко как-то сказал. Ну, ладно, он может, я уже привык к таким ударам. Ладно. Пригрел. Чёрт. Я ничего не говорил! Ай! Извините. Ай, неестественно, я не верю в это. Не верю я. Как раз чуток меня ударили. Надо покушать. Спасибо. Тут бы я бы им посоветовал установить мод, который, знаете, там... Я не шарю в модах, но просто я видел, да, такой мод, типа, вот, когда ты кидашь вещь, она не крутится вот так вот, да, вот, типа, вот, вау-вау-вау-вау, да, вокруг своей оси, а лежит именно, то есть, реалистичность. Вот это могли бы добавить, но я не знаю, может, у них со сборкой она не подошла, или они не знают про такой мод, но, в общем, ладно, это просто я так сказал. И, кстати, как отметили все, шейдеров не хватает. Да, возможно, шейдеров не хватает. Интересно, как бы это выглядело с ними. Возможно, у них лагает просто с шейдерами. Ну, вообще, не у Гоши, а именно у Артёма. Так что, в принципе, сильно к этому придираться мы не будем. Ну, ладно, давайте смотреть дальше. Скоро отбой, то есть... Стоп, стоп, кстати, сейчас, 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 я тут одно упустил. Вот, ну-ка. Сиба, у меня как раз, как раз, чуток меня ударили, надо покушать. Что? Меня как раз чуток ударили, надо покушать. Что за связь, то есть, смотрите, да, мы знаем, в Майнкрафте есть тебя ударили, у тебя часто очень тратится сытость из-за этого, и тебе на покое, чтобы остановиться. Но, чувак, типа, реальная жизнь, да? Тебя ударили. Ты хочешь сразу же кушать из-за этого, то, что тебя ударили? И что тебе даст, что ты покушаешь? Ну, в общем, связи никакой, именно вот в этом плане. То есть, связь еды и того, что тебя ударили. Я не понимаю, зачем он сказал. А вот этот люк сейчас отграничивает нас от свободы? А почему ты раньше ему не воспользовался? Я тебе говорю, что не могу, у меня сил не хватает. Я с бумагами в основном работал-то. Как-то его умудрился здесь прятать, или о нем забыли просто, я что-то не понимаю вообще. Да, походу, забыли. Ну, вот это, кстати, тоже глупо очень. Типа, люк в камере какой-то, и про него забыли стражники. Ну, это же бред, его должны были сразу же все делать. Что он там вообще делает? Ну, это очень странно. Кровать заградили, и все. Прочи шконки, вот, раньше по-другому стояли. Вот, чтобы они не заметили, что он здесь есть, я шконку сюда беру. И, кстати, я бы хотел именно, чтобы они сами как-то этот люк сделали, то бишь, сами побег сделали, они на всем готовом взяли и сбежали. То бишь, они, понимаете, они сейчас уже будут сбегать. То есть, смотрите, через... Сколько? Через полторы минутки они уже, даже меньше, чем... Вот они через минуту уже сбегут. Семь, ой, ну давайте скажем, восемь минут, да, после того, как начался сериал, они уже сбегают с семьи. Я бы рассчитан на то, чтобы они хотя бы, ну, две серии полных в тюрьме провели, и в конце, например, второй начинают сбегать, и вся третья серия посвящена побегу. Я бы сделал примерно так. А тут, как бы, нам не... Мы не успели прыгнуть в тюрьме, бац, и они уже идут в другое место. Они скачут, они очень торопятся, понимаете? Слишком быстро действие идет. Это их основная проблема. Из этого следуют другие. Слушай, они что, всех отправились сейчас спать, да? Сейчас, подожди, посмотрите. Да, вроде все спят. Нам можно попытаться открыть этот люк? Можно, да, давай, давай, смотри, в сундуке... Опять я лаганул микрофон, Гоша нашел, да? Ты рычаг сделал? Почему он его нашел? Он называл рычагом, то есть, смотрите. В реальной жизни рычаг и отмычка. Как они отличаются? Отмычка маленькая такая штучка, да? Такая вот, вот. Не знаю, как описать. В общем, ну, видите, как, например, в Скайриме, да? Такая маленькая штучка, да? А это... А рычаг это такая вот прям большая... Былду... Был, блин... Такая большая штука. И плюс она вдруг на стену крепится. То есть, в реальной жизни ты просто так возьмешь, о, рычаг, бац, и на стену его прикрепил. Нет, это не так работает. То есть, это тоже, опять же, выглядит нереалистично. Я хочу реалистичности. Ты именно что-то такого нам и обещал, он, Файни. Где обещанная реалистичность, а? Где? Нету. Ну, это типа отмычка. Типа отмычка, типа отмычка. Подковырнуть, но, блин, надо, чтобы кто-то стоял на шухере. Давай, короче, я постою на шухере, а ты попробуй вскрыть. Слушай, давай, это надо кровать... Это лагнуло, да, сейчас? Это надо было переснять. Зачем такое вставлять, сериал? Кровать убрал. Сейчас, сейчас, сейчас. И, кстати, вот куда пропала кровать, я таки не понял. Зачем он открыл инвентарь? Все, 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 все. Я не... Блин, да не успел я поймать. Тихо. Вот. Кстати, куда реально кровать пропала, я чуть не понял. Я здесь нету. Ладно. В общем, надо было переснять, тут уже сразу же план 3 на шоу неудачный момент. Он открыл инвентарь, он... Так, что он сделал? Я что-то поняла. А, микрофон лаганул, и вот старичем, вот эта тема... Ну, блин. Переснять надо было. Давай, давай, убрал. Сейчас, сейчас, сейчас. Тихо, тихо. Это план, пытаясь, сидеть. Ну, да. Наложенный завод, иди, а не, 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 не. Все, 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 нормально, это обход. Черт, тихо, тихо. Вот эти текстуры, смотрите, тут немножко проходит. Блин, как оттуда воняет, что ж такое? Че ты копаешься? Давай, давай, давай... Вот. Склейка отвратительная. Просто. Я не могу других просто объяснить, ну че это за идиотик? Ну че за склейка, идиотская? Пробуй, 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 посмотри, никто... Никто не идёт. Все, он за угол, за... Эмоции опять, когда он сказал, воняет, тоже нет. И тут, смотрите, бас, и тут рычагом. Ну, четко видно, это рычаг, никакая не отмычка. Почему нельзя было что-то другое придумать? Например, вы бы этот рычаг, не знаю, сломали. Ну, это было бы реалистичнее, чем это. Что это такое? Ладно, поехали дальше. Тихо, тихо. Люк открылся. Давай, давай, тихо. Я вот так. Давай. Закроем за собой или нет? Конечно, закроем. Молодец. А то найдут нас и всё. Как темно, чёрт. Ладно, я прыгаю. О! Это... Ты на порядке? Всё нормально, всё нормально. Тут немножко высоко, аккуратнее. Ну, знаете, 4 метра, это так-то нормально. Так что, Фанни, какой-то немножко... Такой жёсткий типок, я смотрю. Даже слэм наш. Тут немножко ногу подвернёт. Тихо, тихо, тихо. Ногу подвернёт. Ты где? Я вот рядом с тобой. Слушай, тут какие-то двери закрыты. Сюда мы не пройдём. Это какое-то, походу, помещение. То есть, смотрите, слэм не видит нифига, а типа онфа не видит. Я, может, не помню, как зовут, Блинк или Блик. Блик, Блик его зовут вроде, да? Буду назвать Бликом, не пофигу. Блик, типа, видите на тебе, слэм, типа, не видит. Очень интересно, да, такое наблюдение. Смотри, паутина всё замшалая. Как тут, как тут вообще... Походу, им давно... Давно никто не пользовался. Давно никто не пользовался, походу, этим помещением. Гниль воняет, вы чувствуете, да? Смотри, вон, факелы почти что потухли уже. Ё-моё. Сундуки какие-то вижу. Стой, стой. Это что, какой-то муд... Быр? Это что за быр? Так, хорошо. Опять клейка убога. Бежит еще елую плоть. Кто-то, наверное, забыл здесь еду. Наверное, сгнила она уже. О, есть факел! Есть факел, им... Факел. Факел в сундуке, зажженный. Тут очень с этим факелем такая странная ситуация. То есть они как бы в кармане не горят, достаёшь, они сразу загораются. Чем они их зажигают тогда, если брать реалистично? Потому что он потом будет ему говорить, типа, потуши фонарь. Ой, факел, факел. Потуши факел. А как он его потушит? Если это Майнкрафт. Ну, в общем, немножко непродуманная реалистичность в этом. И меч какой-то старый. Стой, погоди. Ты тихо, ты тихо. Так не маши, а то это... Тихо. Вот, видите, даже... Гоша пытается какую-то реалистичность внести, а Файни не пытается. Он её только рушит. Лови. Вот есть ещё один меч. И вот один факел. У нас теперь есть освещение. Факел нашли. Ты аккуратнее, Мик. Кстати, Артём, походу, не знает про вторую руку, так как... Гоша, например, использует её, а Артём нет. А вон есть какая-то комната закрытая. Тут давно никого не было, прикинь. Боже, а что это за трещина? Вот откуда... Фу, боже. Боже, как отсюда... По сути, если запах такой сильный, что вы его чувствуете аж у себя в камере, то тут вы вообще сейчас должны от войны помирать конкретно. Вот когда вы в комнату только попали, у вас уже должна была быть жёсткая такая неприязнь к запаху. А вы её только сейчас почувствуете. Ну, опять же, так. Это просто жесть. Вот это хуйня. Смотри, 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 тут какие-то двери. Вот видели, да? То есть, видно было вот это вот место. Давайте ещё раз я постараюсь это подловить. Это просто жесть. Вот это хуйня. Вот, вот видите? Вот это. И это мы будем ещё видеть в конце серии. И это никак они не собираются устранять. То есть, они это оставили. Но это выглядит глупо. Это реально вот прям вот место для башки. Почему это видно? Если подумать логически. Почему, кстати, в моде такую ещё ошибку допустили? Ну, в общем, косяк. Это неприятно на это смотреть. Вот смотри, 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 тут какие-то двери. Двери, давай попробуем между досок как-то пролезть. Пролезли между досок. Есть! Какое-то заброшенное техническое помещение, походу. Боже, как здесь темно. Ничего не видно. Куча паутины. Ужас. Как? Как вообще можно заброшить? Смотри, книг, полные полки. Как можно было забросить такое помещение? Всё так, а ну что? Есть клейка кривая. Есть кусок старых доспехов и поношенные ботинки. Видите, он ещё название их читает. То есть я бы и так просто сказал, какие-то ботинки, какой-то, как там, облом бронили, что там. Ну, в общем, я бы просто сказал, типа, о, какие-то ботинки. И он сразу же говорит, поношенные. Так понятно, что поношенные. Что они бы не делали тогда здесь. То есть в то время вообще как бы, наверное, был сапожник, который специально для всех делал сапоги, я не знаю, как там это делать, Саныч. Ну, в общем, типа он просто должен сказать какие-то ботинки. Ботинки-то понятно будут эти поношенные, раз они здесь лежат. А здесь есть что-то. Опа, рваные ботинки, старые шлем. Видите, опять читать название. Это походу, походу, остались в попыхах. Давай я себе надену старую шапку, на тебе потрёпанный шлем. Тихо, 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 там походу стража. Выруби, выруби факел, выруби факел. Забери факел. Потуши, потуши факел. Вот, ничего, так я и говорил про факел. Показалось. Показалось. Давай, давай, я тебе ещё отдам. Смотри, у меня есть вот, ботиночки есть. И кусок старых доспехов. Давай, пускай он будет у тебя. Всё, хотя бы какая-никакая, но дополнительная одежда. Мне кажется, что... Что здесь больше нет выхода. Погоди, там закрыто. Тут открыто, но отсюда нет выхода. Истрещены. Ну, очень быстро он так и вывод сделал. То есть, он в той части был один раз. Здесь он буквально минуту находится. И только он ничего не осмотрел. Книги не посмотрел. То есть, тебе интересно узнать, где ты? Как ты сюда попал? И ты не хочешь изучать этот мир? Я бы на его месте сейчас бы здесь задержался. Ну, как минимум на час, наверное. Посмотрел бы эти книги все. Посмотрел бы тут каждый сантиметр. Мало ли здесь есть какой-то другой люк. Нет, он решает первым же делом прыгать в какую-то неизвестную ему дырку. Да. Очень странное решение. А может, мы что-то там не увидели? Давай сбегаем, посмотрим. Давай пойдём назад, посмотрим. У нас есть факел, и теперь нам виднее. Решили всё-таки посмотреть. Ну, ладно. Вдруг услышал. По идее, по идее, мы сейчас под камерами. Под камерами где-то. Сейчас, если остальные... Слушай, это такой бунт поднимут, это вообще будет. Ё-моё. А бунды в этой тюрьме это вообще... Что очень сильно? Да, сильно бундует, но смысл-то от них. Потом головы только летят. Да блин, капец, вообще полный. Как вообще вы здесь... Как ты здесь два года продержался? Я уже боюсь первые сутки здесь. Ну, это очень странное. Типа говорит, я уже боюсь первые сутки. Но обычно это нормально. То есть, смотрите. Ты только сюда попал, тебе страшно, тебе непонятно. Но он уже тут два года, а что ему бояться? Он уже привык ко всему. Ну, то бишь, это очень странно, вот эта вот связка уже очень бредово звучала и не в контексте. Самое главное, отторгировать, когда тебя бьют, и боль уже не такая сильная. Тут они сделали шерстью, типа вот так вот там не видно ничего. Лучше бы сделать какой-то, знаете, там хотя бы коридорчик, как он заворачивает, и всё. То бишь, там какой-то есть коридор, но фиг знает, куда он ведёт, откуда он, то есть, чтобы не париться слишком. Нет, они решили вообще не париться. Умники, блин. Ничем, ни рычагов, ничего нет. Я возьму мяч. Обратный, обратный, эти не вариант. Не вариант, мы уже закрыли всё. Мы уже, если мы там подняемся со всей одеждой, которую мы нашли, то к нам точно применят какие-то санкции, плюс этот люкс. Ну, это же бред. Вы же могли эту одежду спрятать, если бы вы захотели вернуться назад, да? То есть, он этот вариант вообще не рассматривал. То есть, вы бы могли её положить под люк, то есть, вот прям в самом начале этого тоннеля положить её, закрыть люк, и всё. Замаскирует. А там воняло. Слушай, а если воняет, возможно, это какая-то канализация. То есть, если оттуда идёт вонь, и там какие-то сточные воды, то вполне возможно, что эти сточные воды куда-то впадают, в какую-то реку, или же где-то выбрасываются. Гениальное решение. Канализационные воды ведут в реку какую-то. Конечно, в нашей России всё возможно. Ну, или у него, в Украине, я не знаю. В общем, в нашем мире всё возможно, да. Сброс таки есть, но... В основном-то не туда ведь сбрасываются. Ну, извините, если я не прав, но наши, извините меня, фекалии и другое содержимое в реку разве сбрасываются? Но я не думаю, что это основное направление данных субстанций. Сейчас тоже лакнул микрофон, или у них колейка опять была. Не прыгай, не прыгай! Вот здесь опять голова лагает. Факел свой стеснур и прошёл. Это ладно. Заронима! Эй! Ты ведь слышишь меня? Да, я тебя слышу! Тут всё зашибись! Вот тут они могли бы, кстати, добавить эффект того, что они типа это... В трубу саму говорят. Ну, типа это... Ну, какие-то эффекты наложить на голос. Но они этого делать не стали. И опять же, вот эта вот убогая чёртова голова. Ну, что это, блин? Как можно было такую одиотскую штуку допустить? Вода! Прыгай! Сейчас только я отойду! Ну, тогда... Отошёл! Прыжок! И конец первой серии. Вот так. Закончилась первая серия. Это лично моё мнение. Имход, так сказать. И... Оно может отличаться от вашего. Но я хочу сказать вам так. Если ваше мнение отличается, то я вас прошу. Напишите его в комментариях, но вы распишите и объясните свое мнение. Потому что если вы просто напишите, ты дерьмо, сериал у Анфани классный, ты ничего не понимаешь, ты тупое животное. Вы не обосновали ничего. То есть я понимаю, мой контент не самый лучший на ютубе. Да, он довольно убогий, но я понимаю это, Анфани ли это понимает. То есть мы не обязательно ставить на это, но я просто хочу сказать, что его контент так же не хорош, как и мой. Вот. Так что, если вам понравилось это видео, или же не понравилось, мне обязательно понравилось, можете поставить лайк, или же дизлайк. Ну, скорее всего, дизлайков будет больше. Ну, подписывайтесь на канал, если вам вдруг интересно, да. Я вообще, мне нравится смотреть видео Артема, да. Я смотрю его все стримы, я смотрю его многие видео, все видео, да. Давно его знаю, больше трех лет. И как бы уважительно к нему отношусь. Но с самого начала, после того, как я узнал про то, что он будет делать сериал, я отнесся к этому скептически и был прав, к сожалению. И вот так вот. То есть я объективно оцениваю ситуацию. То есть человек, который мне нравился, реально снял, ну, извините меня, фигню. И я это осознаю, я это понимаю. А вы, извините меня, малолетние фанаты, ну, я тоже малолетний фанат, но в то же время я объективный и понимающий малолетний фанат. А вы, ребятки, не можете понять всей правды, все вот осознать. То есть... В общем, извините меня за такое видео, за очень длинное видео. С вами был Рикард. Всем удачи и всем пока. Не снимайте плохих сериалов. Надеюсь, Артем выровнится и дальше будет лучше. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok